Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». К концу второго тысячелетия произошел ряд событий, которые несколько изменили социально-экономический ландшафт человеческой жизни. Иными словами, мир вошел в эпоху глобализации. Национальные экономики стали глобально взаимосвязаны, границы стали прозрачнее, народы подвижнее. Более того, туризм для ряда стран стал бюджетно-образующей сферой. Сегодня для большинства граждан Молдовы туризм ассоциируется с поездками на зарубежные курорты и в туристические столицы. Дело, несомненно, полезное. Мы видим мир внутренне богатеем, одновременно с этим на наши деньги богатеют и принимающие нас страны. А что же Молдова? Может ли она успешно зарабатывать на приезжающих к нам гостях? Насколько мы готовы для этого и что необходимо сделать, чтобы стать по-настоящему туристической страной? Об этом поговорим с гостями нашей программы. С удовольствием их представляю. Член Молдороссийского экономического совета, руководитель туристического предприятия, агентства Галина Леонти. И также гид, представитель такой, мне кажется, редкой, необычной, но очень нужной профессии, Федор Евстигнеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый вопрос вам, Галина Ивановна. Буквально не так давно, в какие-то считанные дни, прошли после закрытия, ну, наверное, для Российской Федерации значимого события, ну, наверное, и как оказалось и для нас тоже, выставки, которые называются Интурмаркет 2019. Вы принимали участие. Если можно поподробнее, как это произошло, почему вдруг оказались на этой выставке, как удалось попасть и что вы сумели почувствовать, сумели ли вы почувствовать интерес российского туриста к нашей стране? Вообще, в Москве последние дни, можно сказать, марта, с 9 по 14 прошло две выставки. Интурмаркет 2019 и вторая выставка, более глобальная, более масштабная, это МИД тоже 2019. Значит, Молдавская делегация принимала участие в первой выставке с 9 по 11 марта, это Интурмаркет. Выставка эта отличается тем, что она позиционируется как представляющая российские регионы. В выставке было только одних экспонентов, около 1400. То есть, только стендов, да? Да, только стендов, да. Значит, туристический поток, именно, вернее, поток желающих посетить эту выставку, посещающих ее, тоже где-то засчитывал, по-моему, несколько десятков тысяч человек. По крайней мере, около 30 тысяч, так пишут СМИ. Выставка, вообще, знаете, она очень своеобразная, поскольку российские регионы еще привлекли и другие страны мира. Там были Италия, Китай, Греция, Болгария и так далее. Но вот мы посмотрели на тот масштаб, которым представляет себя Россия. То есть, вот с нами рядом стояла Камчатка, там три этажа, только один стенд. Как себя представил Дагестан? То есть, вот чувствуется, понимаете, у них размах, масштаб. И вписаться, конечно, нам почти за несколько лет впервые, вот именно в те возможности, которые представляют регионы России, было, конечно, очень сложно. Поскольку финансирование этого мероприятия, как правило, происходит там за счет государств, муниципалитетов, общественных объединений. Со стороны Молдовы финансирования как такового не было. И нам помогла общественная организация «Деловая Россия». Наверное, надо большую благодарность сказать тем, кто об этом позаботился. Это президент республики Игорь Николаевич Дадон, Елена Валентиновна Горелова, экономический советник, которая курирует вопросы туризма в президентуре. Они повлияли на это решение «Деловой России». И «Деловая Россия» проявила волю и выделила средства. Там сопредседатель Назаров, член комитета Госдумы по туризму и возглавляет комитет по туризму в «Деловой России» Кривенкова Елена Николаевна. Им еще особая благодарность, поскольку они пошли навстречу молдавскому туристическому бизнесу. Наш стенд привлекал внимание, знаете чем? Простотой, душевностью и, наверное, какой-то искренностью своей. Потому что люди приехали в основном те, кто любит Молдову, хочет показать ее лучшие стороны для туристов из России. Делегация представлялась семью участниками, экономическими агентами. Это достаточно были солидные агенты Крикова и Гагаузия. И представители общественных организаций, туристические операторы. Потом нам оказали помощь студенты Российского университета дружбы народов. Они были в национальных костюмах. Ребята, наши соотечественники. Да, соотечественники молдавания. Они помогали, разъясняли, беседовали с туристами. И еще станцевали даже несколько молдавских танцев. Такие волонтеры были. Да, волонтеры, которые очень украсили стенд. И наши фрукты, овощи, вино молдавское. Всех вызывало тоже, знаете, уважение. Даже с Камчатки соседи подошли и спрашивали, что такие яблоки. Бывают настоящие? Как правило, на выставке приезжаешь и думаешь, перед тобой муляж. Да, да, да. У нас были настоящие живые фрукты и овощи. Поэтому это привлекало и туристов, и всех, кто проходил мимо. Но вообще выставка состоялась не зря. Она, может быть, не была настолько качественно подготовлена, как это делают, может быть, за полгода вперед. Потому что все состоялось почти экспромтом. Но, знаете, в такой ситуации хочется сделать вывод, что лучше сделать, чем не сделать вообще. И тем более мы сделали так, что резонанс остался только самый положительный. Поскольку отзывы тех, кто проходил мимо, даже давали интервью. Говорили, что мы вспоминаем Молдову как манну небесную, как землю обетованную. Почему мы к вам не ездим? Нам просто как бы не поступает информации о том, что Молдова – это гостеприимная страна. То есть Россия забыла вот это понятие «туризм Молдовы». Это, конечно, очень печально для нас в первую очередь. В России есть куда ехать. За российского туриста сегодня борется, я скажу, наверное, весь мир. Потому что турист массовый, турист с деньгами, турист, который едет по несколько раз в год, выезжает в различные страны. А вот в Молдову мы теперь заинтересованы его привлечь тоже. Для этого нужно пережить, понятно, какую-то определенную борьбу, доказать свою состоятельность молдавскую. Но я думаю, что у Молдавии для этого есть потенциал. Галина Ивановна, вот прежде чем продолжить разговор о том, чем мы можем быть интересны, чем интересна может быть Молдова для туризма, я предлагаю посмотреть материал, который подготовили мои коллеги для службы новостей. И с удовольствием предлагаю посмотреть то, как эту выставку увидели журналисты телеканала Акчен-ТВ, приготовив материал для Акчен-Инфо. Площадка выставочного центра «Крокус-Экспо» в Москве в период с 1 по 11 марта собрала в одном месте основных игроков туриндустрии. В числе участников более 150 представителей туристического бизнеса из регионов России и стран зарубежья. И десятки именитых экспертов, которые параллельно проводили мастер-классы и семинары. Мероприятие на высоком уровне ежегодно поддерживает правительство России. На церемонии открытий присутствовала вице-премьер Ольга Голодец, которая поведала о планах страны в туристическом секторе. Сегодня Российская Федерация уделяет огромное внимание развитию туриста, туризма в России. Мы строим для себя агенциозные планы по поддержке и продвижению наших туристических продуктов. Наша задача – открыть Россию для россиян и гостей нашей страны. Участие делегации Республики Молдова в мероприятии поддержала Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Каждому стенду на Интурмаркете уделялось отдельное внимание, но возле молдавской экспозиции задерживались подольше. Стенд нашей страны посетили около 30 тысяч гостей выставки. Он был стилизован под Касамаре и украшен традиционными свадебными молдавскими рушниками. Авторской куклой в национальном костюме Марци Шором в виде дерева жизни с красно-белыми цветами. Всех гостей угощали молдавскими фруктами, орехами и вином. На нашей площадке также демонстрировались национальные костюмы, звучала молдавская музыка, исполнялись народные танцы. Равнодушных посетителей замечено не было. Очень нравится, что это было. Очень нравится, что это было. Очень нравится, что это было. Различный, что это было. Поэтому, пускай все едут, смотрят, великолепно принимают, великолепно вообще. У нас как-то спектрное впечатление о ваших рук, овощах, 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 овощах. Мы москвичи очень скучаем без вас. Мы помним Кишинев, мы любим Кишинев, мы любим вашу страну, мы любим ваши вины, мы любим ваших людей, ваши танцы, которые вы нам сейчас великолепно продемонстрировали, ваши песни и все, что связано с Молдовой. В деловой части программы была сделана презентация туристического потенциала Молдовы. Туристических и экскурсионных маршрутов проведены переговоры, которые станут основой для заключения новых договоров о приеме российских туристов и экскурсантов. Один из важных результатов обсуждения роли и значимости создания Молдороссийского туристического альянса. В целом, участие в выставке и проведенные мероприятия были направлены на расширение возможностей увеличения туристического потока из России в Молдову. Для всех, кто работает в турбизнесе, выставка Интурмаркет – возможность повидать практически всех коллег в одном месте. С некоторыми только на Интурмаркете и удается повидаться. За несколько дней выставки можно понять, что происходит в индустрии, что актуально, а что, наоборот, уходит на второй план, чем дышат лидеры и чем собираются удивлять новички. Если туризм для вас профессия, то посещение Интурмаркета – это что называется мастхев. И посещение выставки сразу дало результаты. В процессе тесной коммуникации с российскими участниками экспозиции были выявлены наиболее привлекательные направления для российского туриста в Молдове. Культурно-исторический, экологический, гастрономический, сельский, курортно-оздоровительный, бизнес-туризм, корпоративный и промышленный туризм. Еще один не менее важный результат – договоренность о создании Туристического альянса Молдовы и России. С целью повышения интереса к нашей стране со стороны граждан Российской Федерации. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Дадон. Приветствую тот факт, что соглашение о сотрудничестве, заключенное в 2018 году между деловой Россией и экономическим советом при президенте Республики Молдова, воплощается в жизнь. У Молдовы большой и, к сожалению, пока не освоенный туристический потенциал. И именно российское направление представляется очень перспективным. Ежегодно наши операторы предлагают новые проекты в сфере туризма, разрабатывают и продвигают многочисленные туристические маршруты. Набирает обороты и гастрономический туризм. Интурмаркет в этом плане ежегодно задает направление развитию российского туризма. И что важно, в 2019-м на карте снова появилась Молдова. С ее богатыми и пока еще не освоенными туристическими возможностями. Ну вот такой материал. Даем возможность вам снова почувствовать атмосферу этой выставки. И все же, почему все-таки российский турист? Почему внимание именно этому направлению? На ваш взгляд, сегодня для Молдовы было бы, наверное, самым интересным. Желательно. Дело в том, что российский турист уже много лет как-то просто забыл о Молдавии. И этот экспорт услуг также был заброшен по политическим или другим мотивам для России. Так же, как экспорт яблок, вина и все остальное. И этот рынок уже, конечно, распределен. И в Молдавии там места как таковой в последние годы просто не было. Это для нас, практикующих туроператоров, вообще работникам сферы гостеприимства, очень ощутимо чувствуется. Потому что понятно, что спад турпотока влияет на возможность работать, на возможность зарабатывать и вообще, наверное, выживать в этой стране. А страна как раз создана для того, чтобы принимать туристов. Молдавия – это гостеприимный край. Молдавия – край солнечный, край яблок, винограда. И самое главное, наверное, очень гостеприимных людей. Это я могу отметить как человек, проживающий в Молдавии. Не основную часть жизни сама из России, но всегда россияне восхищаются именно этим человеческим потенциалом молдавским. Поэтому почему бы не использовать вот этот ресурс, этот потенциал в свою же пользу обернуть, а не ставить впереди, так сказать, вот всех этих интересов, интересы политиков, которые просто можно сказать, что этот рынок закрыли. И вот сейчас этот пласт поднимать приходится снова. Он тяжелый пласт, нужно снова заявить о себе, нужно сказать, что есть такая страна Молдова среди всех белорусов, грузин, армян. Вот сегодня Россия едет ко всем, а в Молдову едут просто пока единичные туристы. И поэтому нужно зарабатывать снова авторитет. А для этого приходится различные методы использовать. Это мы делали рекламные туры, пресс-туры для журналистов. Уже за последние года-два активность нашего туристического сегмента в сторону именно России стала усиливаться. Это меня, например, приятно поражает. Мне, например, осознавать, что между Россией и Молдовой не должно быть никаких противоречий, особенно в такой сфере, как туризм. Туризм вообще не знает границ. А здесь ставить так, что нет Молдовы для России или России нет для Молдовы, это просто, наверное, как минимум неправильно, это нонсенс. Понимаю. Ну вот если я правильно читал статистику российского туризма, то вот как раз за 2018 год больше всех среди стран бывших республик Советского Союза, как раз Грузия приняла больше всех россиян. То есть это при том, что когда-то произошел в 2008 году конфликт, при том, что были какие-то годы напряжения на межгосударственном уровне. Тем не менее, вот туризм – это как раз та сфера деятельности, которая открывает двери, которая помогает налаживанию личных контактов, которая открывает страны. Ведь смотрите, турист – это армия людей, которая все время пополняется, все время приходят в эту армию люди, новобранцы, которые снова хотят увидеть мир, увидеть таким, каким он сегодня их принимает, каким он сегодня представляется. И если процитирую одного из своих друзей, он говорит, можно в жизни все потерять, но никогда не потеряешь свои путешествия. Они всегда останутся с тобой. А путешествия – это своего рода тоже богатство, когда ты открываешь для себя страны. Ну вот вопрос, Федор, вы, будем говорить, представляете и человеческий потенциал, который принимает Республику Молдова, и в то же время общаетесь с теми, кто приезжает и потом покидает с определенными чувствами Республику Молдова. Вот на ваш взгляд, для начала, какова география сегодня туриста, посещающего Республику Молдова? И, ну вот, чем интересен, например, чем мы можем быть интересны для этих туристов, и в том числе для российского туриста, чем мы можем быть интересны? Ну, сегодня, если верить статистике, как, в принципе, официально, так и неофициально, потому что есть неофициальная статистика, это то, что мы видим. На первом месте сегодня Румыния, да, то есть румынский турист, он приезжает каждый день, в первую очередь, потому что рядом, да, и как бы… Легко добраться. Легко добраться, ну и плюс они, в принципе, считают, что мы много, имеем общего в нашей культуре, да. На втором месте тут, наверное, возьмем с другой стороны Украину, да, вот по официальной статистике очень много оттуда приезжает, но это больше туристов, которые сами себе организовывают путешествия, но они попадают в эту статистику. Туристы из Российской Федерации занимают сегодня третье место. Ну, почему? Потому что они… Это страна большая, да, вот, но тут есть потенциал роста у них. Также мы пользуемся популярностью среди европейских стран, для которых мы являемся такой некой террой инкогнитой, да, неизвестной страной. Бывшая республика Советского Союза. Да, поэтому вот если вы пройдетесь по центру нашего города, так называемый наш маленький Арбат, вы увидите много символики, которая не касается больше Молдавии, а больше, наверное, характерна для, в целом, для Советского Союза бывшего. Почему? Потому что мы первый такой форпост между вот Европой и дальнейшими вот бывшими странами СНГ, ну, СССР, да. Вот. Если говорить о российском туристе, то это такой своеобразный турист, он самый близкий нам. Почему близкий? Потому что, ну, как показывает история, наше развитие шло рядом, да. И так, как нас понимает приезжающий из России, и как мы его понимаем, наверное, никто другой не поймет. Почему? Потому что это турист, который сопереживает. Нам всегда есть о чем с ним поговорить. Это самый интересный турист для нас. Это с одной стороны. Если взять, наверное, финансовую составляющую, да, то это сегодня самый богатый турист. Европейцы, они любят где-то сэкономить. Даже если взять таких туристов, как за Атлантикой, да, вот Соединенные Штаты Америки приезжают, они тоже пытаются на чем-то где-то как-то сэкономить. Ну, прагматичные люди. Да, да, то есть прагматизм у них внутри, у сердца самого, да. А российский же турист, он может себе позволить много. Поэтому, ну, как бы и для нас, гидов, и, в принципе, наверное, и для туристических агентств, это самый такой приятный турист, который всегда оставит, который возьмет как минимум максимальные пакеты, да. Мы не говорим уже о том, что это туристы, которые оставляют в наших же ресторанах, да, это же в целом это плюс нашей экономики, это плюс нашим контрагентам, которые имеют бизнесы рядом с туристическим бизнесом. Вот, клубы, рестораны, кафе, это все там, те места, в которых приходят люди и оставляют деньги, да. И вот российский турист, он как раз оставляет больше всего там. Вот работая в сфере телевидения, журналистики, я часто наблюдал за тем, как, ну, создаются те или иные туристические программы, и сколько внимания уделяется тем странам или тем столицам, которые, как правило, всегда в прицеле туристов. Когда человек намечает какую-то поездку или возможность для отдыха, он смотрит, ну, я не был в Париже, или я еще раз хочу съездить в Париж, или я не был в Праге, или я еще раз хочу съездить в Прагу. И, конечно же, я отслеживал, что мои коллеги за рубежом снимали и снимают про Молдову, про Кишинев. И я, как бы, с сожалением, наверное, не только я сожалею, мне кажется, как и многие из тех, кто видел эти программы, понимают, что вот не нашли ни того туристического богатства ни в Кишиневе, ни в целом в Молдове, не сумели, может быть, показать, либо им не сумели продемонстрировать интересные, значимые места. И вот тогда вопрос вам, вот чем мы все-таки можем заинтересовать туриста, чтобы оставить вот в сердце, в душе этого человека, который побывал здесь, на нашей своей родине, на вашей второй родине, такой неизгладимый след, который заставил бы его еще раз к нам вернуться. И даже, может быть, не в одиночестве или там не в этой же группе, а привезти с собой еще людей, показать то, насколько мы гостеприимны, чем мы богаты, что можем показать гостям из-за рубежа. Вот на ваш взгляд, чем мы можем зацепить туристов? Ну, вообще, наверное, в любом туристическом пакете по Молдове присутствуют вот такие визитные карточки Молдовы. Это старый архей, археологический комплекс. Это винории, начиная с Крикова, Малой Мелесты и другие. Но это, наверное, основная, так сказать, нефтеносная или какая-то денежноносная труба или как это назвать, дестинация молдавской экономики, именно туристической. Но здесь у нас ведь, кроме этого, очень много, можно, паломнические туры, то есть монастыри, туры сельско-агротуризма, то есть очень много сельских пансионов, гастрономический туризм. Это пища и стол молдавский привлекает вот именно своей цельностью, своей богатством вкуса и так далее. И это все отмечают. Но, наверное, все-таки самое основное у нас это винории, которых в мире действительно таких уникальных винорий, пожалуй, нет. Это Малая Мелеста и сейчас открывается очень много винорий в селах. В селах, да, такие гаражного типа, они очень маленькие, но не привлекают туристов. Очень привлекательные. И потом, наверное, это гостеприимство народа, народ открытый, относится с душой к туристам. И вот если туры выходного дня привлекают туристов только на 2-3 дня, то, я вам скажу, даже некоторые говорят, мы еще к вам приедем, потому что нам у вас понравилось. Очень тепло, очень душевно, очень вкусно. Поэтому вот сказать, что здесь у нас много дестинаций, у нас ни моря, ни гор нет, это понятно. Но вот хотя бы вот то, что мы имеем, потенциал не огромный, его огромным не назовешь. Он достаточно компактный, но здесь ведь можно еще вспомнить и историю. Вот Молдова, вообще слава и русского полна. Для русского туриста показывать те исторические моменты, которые за 200 лет совместного существования здесь присутствовали, какие здесь у нас порождались и стихи Пушкина. И здесь у нас... Да, Россия начинался, да. Ведь самое интересное, что почти все российские туристы очень хотят посетить домик Пушкина. То есть это говорит, например, об интеллекте, запросе туриста, а во-вторых, привлекает прошлое. Поэтому говорить о совместном прошлом тоже интересно. И такие туры, как историко-этнографические, тоже должны развиваться. Ну, вот эти вот программы разрабатывают туроператоры совместно с гидами. Гид понимает, чувствует турист, он знает хорошо дестинации, все вот эти опции. А мы уже составляем турпакет, рассчитываем его и стараемся минимизировать цену, чтобы привлечь хотя бы ценой, хотя бы быть конкурентоспособным по сравнению с той же Грузией, Арменией. Хотя вот, если так сказать, об той же Армении, давайте вспомним. Кто бывал там, я знаю, что там у них, пожалуй, еще более скудное вот именно само наличие вот именно опций. У них там практически горы серые. Ну, озеро там Сиван, там несколько вот этих крепостей. Но тем не менее, смотрите, Армения, туристическая страна. Армения уже привлекает. Но тем не менее, вот у них на первом месте на Кавказе такие Грузия. Ну, понятно, что там есть все. И там, скажем, грузины государство, и гостеприимные, и очень своеобразные. И этнос у них такой интересный. Но у них, скажем так, и государство, и все чиновники, хотя какими бы ни были русофобами, умеют считать деньги, умеют их делать. Ни один турист, пожалуй, который у нас здесь перенес некоторые проблемы, которых, я не знаю, стоит говорить сейчас или нет, никогда не сталкивался в Грузии с негостеприимством. У нас негостеприимство выражается иногда в лице наших государственных структур. Вот это очень неприятный момент, о котором, ну, я, наверное, должна сказать. Как раз хотелось поговорить, есть ли какой-то диалог вообще власти и турфирмы. Со стороны власти по отношению к российским туристам есть дискриминация. Потому что у нас бывают факты, что туриста, трансфермен ожидает до часа нашего туриста. Минимум. Да, минимум еще часа. А бывает так, что туриста не пускают вообще сюда, потому что он, оказывается, вызывает какие-то сомнения. Хотя уже вот дальнейшие выяснения обстоятельств говорят о том, что турист совершенно не собирался здесь ни теракты устраивать, ни политикой заниматься. Приехал на четыре дня встретить Новый год. Ну, такое бывает. Это, конечно, очень плачевный факт для Молдовы и вообще для туристического бизнеса в целом. Со стороны государственных органов, конечно, эту политику стоило бы поменять. Самое интересное, что самолеты следующие из Стамбула, еще из других стран, все выходят очень быстро. А вот самолеты, которые прилетают из Москвы, почему-то часто задерживаются туристами. Ну, это как раз вопрос тем, кто управляет этими процессами. Потому что, смотрите, мы все летаем, ездим, мы встречаем. Первый человек, который встречает нас, это, конечно, пограничник, таможенник, это представители власти. Власти и по отношению их к нам мы воспринимаем дальше уже всю страну. Конечно же, обидно, порой даже стыдно за людей, которые вынуждены проявлять такие недружественные акты. Но если вернуться опять же к нашей теме. Вот вы говорили, что очень важно, как показать Молдову. Что является такой туристической жемчужиной? Что интересно, что заинтересовало бы туриста? Но ведь показать можно по-разному. Вот мне кажется, вот эта роль гида, суметь так показать свою страну, то есть это еще и быть самому влюбленным в этот, не просто в эту профессию, а и в страну, в этот предмет деятельности, для того, чтобы заразить этим туристам, группу туристов. И, в общем-то, знаете, когда послушать гида, это, не знаю, бывает порой не просто там журнал туристический полистать, это прочитать книгу. Иной раз столько сведений в себе носишь и раздаешь их щедро своим друзьям, всем своим близким, рассказывая, как вот побывал там, и тебя мало то, что встретили, тебе столько всего показали, рассказали, и как это оказывается еще связано с нами, с нашей общей историей. Вот удается именно таким вот, в таком разрезе, и много ли в нашей стране гидов, которые реально интересно реализуют такие экскурсии? Ну, если начну сначала, вот по поводу наших плюсов, наших возможностей страны, я имею в виду, мы ничем не хуже, на самом деле, чем Грузия, да, потому что российский турист, он открыл Грузию вновь, совсем недавно, сегодня огромный поток поступает на грузинские просторы. Да, у нас здесь нету гор, у нас нету моря, но у нас есть живописные просто каньоны. Некоторые россияне, особенно вот из-за Уралы, когда приезжают, они когда смотрят на наши холмы, они просто влюбляются. Я вначале этого не понимал, мы-то здесь живем, для нас холмистая местность, это нормально. Они приезжают, вы просто говорят, не понимаете, это же прекрасно. Я это назвал в своей практике, общаясь с туристами, рельефотерапия. То есть у нас есть винотерапия, люди приезжают, они дегустируют, пробуют наше молдавское вино, лишний раз удостоверяются, что оно у нас прекрасно, оно у нас высокого качества. А после этого кулинария, кухня, она же у нас, ну, это смешение различных культур. Не только молдавская, это и гагаузская кухня, это и болгарская, даже и русская кухня, да, которая здесь все смешалась, и люди, когда приезжают к нам сюда, они восхваляют эту кухню. Они говорят, это на самом деле такая божественная страна, где можно, ну, вот самое вкусное такое съесть, да. И плюс рельефотерапия. И этим мы всегда, как бы, хвалимся и предоставляем людям это ощутить на себе, ввозя их в специальные места. Но при этом рассказывая, естественно, легенды, сказки, мифы. У нас их здесь огромное количество скопилось, потому что Молдова всегда находилась в эпицентре движений народов. Люди испокон веков шли с востока на запад, с севера на юг, и все они проходили мимо Молдовы, и все откладывали свое непосредственное влияние и свои сказки, и легенды, и мифы здесь у нас. Вот, и за счет вот этого без рассказа красивого не получится понять нашу страну. А нам есть чем гордиться, и культура у нас отличная, и вот наши различные традиции, танцы. Это все нужно показывать. И я вам скажу, что российский турист, это никакой другой турист воспринимает ближе всего, потому что ему это нравится. И он получает здесь удовольствие. И, ну не знаю, у меня, по крайней мере, с туристами всегда складывалась вот такая определенная нить, когда они потом своим друзьям рассказывали вновь и вновь, как они побывали в Молдавии. Они так чаще всего называют нашу страну. Не так даже мягче звучит, да, Молдавия. И у них ассоциации только вот зеленая страна, вот эти холмы, кухня, вина, добрые люди. Потому что, ну вот, куда бы вы в какое село ни приехали, вначале на вас посмотрят так, ну, немножко так оценивающе, да, а потом же они улыбнутся, и всегда налют вам стакан вина, как минимум. Утолять жажду. Утолить жажду, да. То есть вот за счет этого всего, когда возвращаются в Россию, они восхваляют нашу страну и рекомендуют своим знакомым побывать здесь. Потому что сегодня до сих пор многие говорят, да что нам делать? Гор нету, моря нету. Смотрите, мир настолько открыт, что и настолько бывает избалован. Да, ну, как бы, тем более сегодня, самолеты летают, вы можете за несколько часов оказаться на Атлантике, там где-то, да, Испания, Латинская Америка и так далее. А тут какая-то Молдова, что здесь делать, да? На самом деле есть что. И вот эти сказки, легенды, кухня, пейзажи, зелень, у нас зеленая страна, каньоны рек, скальные монастыри, вот это все мы и показываем туристам, и они всегда остаются довольны. Вот, плюс мастер-классы. Мы всегда пытаемся приезжающих к нам гостей предложить, как минимум, им попробовать сделать молдавскую кухню, плацинды наши здесь поделать, приготовить какую-нибудь чорбу, заму самим. Не говоря уже об интереснейшей традиции, но это, конечно, ближе к осени, когда они топчут виноград и сами пытаются изготовить это вино. Вот, поэтому сегодня я могу сказать, что ничем не хуже, чем Грузия. Понимаю, но вот такой вопрос закрался у меня. А как удается вот не показать нашу неустроенность? Вот смотрите, что у нас происходит в нашей столице. Это не может не бросаться. Ну, может быть, нам, хоть и привычно, но все равно ты ездишь в наших разбитых троллейбусах по нашим автомагистралям, по дорожному покрытию улиц, и понимаешь, что все время нужен ремонт, ремонт, ремонт. И тротуары наших, опять же, вот Штефа на Чалмаре, которые постоянно, только столбики сейчас появились, до этого меняли плитку. То цвет не нравился, то форма, то еще что-то. И вот здесь как удается схитрить так, чтобы это не мешало им хорошо отдохнуть и сохранить приятное впечатление республики. Тут надо вернуться все-таки, вот вы тоже упоминали, что любой, наверное, гид-экскурсовод, он должен прежде всего любить свой край и любить свой город. Я кишиневец, и родители мои из Кишинева, поэтому вот иногда с болью на душе, но с любовью я рассказываю про свой город. Да, у нас есть проблемы в городе, но так как рассказывая людям, вот те люди, которые здесь родились, какие красивые у нас здесь были дома, вот показывать Кишинев без картинок, картинок там, например, советской эпохи, картинок 19 века, золотого века для Кишинева, вести экскурсию нельзя, то есть только с картинками. Потому что сегодня, к сожалению большому, мы не можем похвастаться какими-то такими отреставрированными зданиями. Мы надеемся, что в ближайшее время многие поймут, что туристическое направление – это хорошо, это экономически правильно для страны, и начнут, наверное, возрождать вот этот архитектурный ансамбль, потому что он у нас интересен со многих эпох, и советское время, и от 18 века почти ничего не осталось, это две церкви у нас, но они есть. И таким путем мы и пытаемся. Ну а по поводу проблем в городе, тут всегда нужно держать нейтралитет, потому что мы те люди, которые являемся прослойкой, что ли, между приезжающим человеком и теми проблемами, которые у нас есть в стране. То есть мы так аккуратно, красиво должны рассказать, что ну да, это есть такое, грязные дороги, но мы верим, что завтра и послезавтра это все изменится. Вы еще спрашивали по поводу гидов. К сожалению, немногие гиды сегодня могут показывать и относиться нейтрально к туристам. То есть есть подрастающее поколение гидов, есть уже гиды с большим стажем, они у нас существуют, но хотелось бы, чтобы их становилось больше, и количество переходило, наверное, в качество еще тоже. Глядя на вас, веришь, что эта профессия не умрет. И спрос будет, и в эту профессию будут приходить интеллигентные, умные, начитанные, образованные люди. Это здорово. Галина Ивановна, такой вопрос. Как вы думаете, удалось ли вот зацепить своими предложениями тех гостей вашего стенда на вот этой российской выставке? Я понимаю, что ведь эта выставка, наверное, больше так представляла российские регионы. А тут раз, ну, вы упомянули, что там были итальянцы, были еще представители других стран, но тем не менее, тут раз, и вот, вроде как, своя, родная, ну, и в то же время уже и чужая, но республика Молдова. И понятно, что красивые и улыбающиеся люди, фрукты, все есть, но удалось ли почувствовать, что этот интерес вернет нам российского туриста? – Однозначно, так скажу. Вот, знаете, я, наверное, может быть, мечтатель в русских очках, но мне кажется, что все-таки российский турист уже осознает, что были мы когда-то вместе, и вместе, наверное, по природе легко быть. И ему приезжать сюда легко. Доступность транспортная, ментальность почти одна и та же, языковых барьеров нет. Значит, прием со стороны Молдовы, гостеприимство – это просто черта молдавского народа. И поэтому вот чувствуется, что начинают слышать, узнавать Молдову и ехать в Молдову. И вот, знаете, вот даже по примеру вот своей туроператорской фирмы, я вижу, что за последние два года туроператоры России тянутся к нам. Они заключают с нами договора, они просят у нас программы. И вот сейчас даже во время этой выставки подходили, причем такие серьезные, на слуху я знаю, этот рынок российский, кто занимается выездным туризмом, кто внутренним. Они заточены, скажем так, под российского потребителя на российский рынок. Но Молдавию они воспринимают как то ближнее зарубежье, в который тоже можно отправить туриста и не пострадать, так сказать, как туроператору, не покраснеть за это направление. Подходили действительно такие сильные туроператоры, я назову даже там, Тельфин, магазин путешествий и так далее. И говорили, все, мы Молдову будем вносить в список своих предложений. Это всего лишь один раз появившись на выставке. А если бы это регулярно происходило? Да, ну нет, в прошлом году была выставка, я думаю, что там тоже была отдача. Но там, знаете, чем она, может быть, отличалась? Это была большая выставка, очень. А молдавский стенд не был в самом презентационном месте, во-первых. Во-вторых, он был по сравнению с другими стендами не так презентабельно, может быть, выглядел, не такой большой. И, может быть, он терялся среди всех вот этих монстров, которые там присутствуют. А в этом году Камчатка три этажа, да. И Болгария была три этажа. Но Болгария ее все знают, понимаете. А тут Молдова появилась. Ее знают, но ее просто последние годы никто не слышал, не видел. И вдруг она появилась. И вот даже вы видели, наверное, интервью простых, проходящих людей, туристов. Они говорили, мы вас любим, мы вас уважаем, мы хотим к вам ехать в гости. Это было очень приятно слышать. И, знаете, вот еще я почувствовала очень теплое отношение со стороны организаторов выставки, со стороны администрации. Они нам помогали во всем. Или у нас там нет розетки, или нам надо еще дополнительный стол. Потому что делалось очень много все на скорых руках с промтом. Вот есть директор выставки Ольга Хоточки. Она сказала, что в течение года обязуюсь вам давать бесплатную рекламу. Только приезжайте, Молдаване. Вы вообще очень интересны. И у вас, мы всегда волновались, что у нас стенд может быть такой простоватый, не такой трехэтажный. Она сказала, да ваш стенд самый душевный сегодня на выставке. Видите, все делают люди. Да, все делают люди. Все, что мы сделали, я думаю, что это один из мелких шагов, которыми мы, в принципе, должны пробираться на российский рынок. Так я думаю. Вы говорили о том, что вместе с вами принимали участие еще какие-то там, какие-то ваши коллеги. Называли цифру около семи предприятий. Но ведь я знаю, что в Молдове существует гораздо большее количество туристических компаний. В целом, для ваших коллег российское направление интересно. Есть ли понимание того, что благодаря увеличению потока из России заработают гостиницы, заработают рестораны. То есть, оживиться, будем говорить, экскурсионная деятельность. Вот, общаясь со своими коллегами, в целом, какое восприятие сегодня в Молдове российского потока? Позитивное. Самое интересное, даже те, кто очень много лет уже и обласкан, и приласкан грандами с Европы, работают уже неплохо достаточно в сфере инкаминга. Никто не сказал, что нам не нужна Россия, потому что у них есть западные уже вроде бы инвесторы и туристы, много посетили выставок западных, но ни один из этих операторов, я из всех знаю, знаю директоров хорошо, все очень лояльно настроены к российскому туристу. И просто вот в этот раз на выставку у нас собрало семь человек, больше было нельзя, стенд был небольшой, потому что на стенде невозможно разместить 20 человек, если он всего 20 метров. Поэтому у нас такой был ограничитель, семь человек, это нормально. И потом, тем более, там диаспора была, еще пять человек, ребята нам помогали, поэтому толчаи там не было, это было уже хорошо. А вообще отношение к российскому туристу со стороны моих коллег очень позитивное, все хотят работать, все хотят зарабатывать, и все комментируют так. Вот я недавно даже позвонила в один сельский пансион, ну там где-то на севере Молдовы, спрашивала там, вот вы поедите на выставку, и она говорит, когда к нам приезжают российские туристы, мы очень рады, она даже по-русски плохо говорит, с акцентом, мы так рады русскому туристу, потому что покупают у нас все, кушают все, что мы предложили, им главное все нравится, они совершенно воспринимают нас как родных людей. Поэтому мы российских туристов очень ждем, то есть это где-то вот в заброшенном там селе на севере Молдавии. И уже я думаю, что, я вот не отразила еще в предыдущем своем интервью, не сказала, что мы же предлагаем все наши регионы молдавские, это Гагаузия, Приднестровье, потому что туристы интересуются этой историей, этими графическими, так сказать, названиями и местоположением, что такое Гагаузия. Когда они съездят, они открывают для себя что-то новое. Оказывается, это вот связано что-то с Турцией, связано с этой историей. И после Гагаузии, например, тоже как бы восторг от Молдовы еще усиливается. В Приднестровье едут тоже с удовольствием, потому что, ну, это назад или вперед в СССР. Да, увидеть, как это было. Да, увидеть, как это было. И вы знаете, вот у нас сейчас последняя была группа, я уже вот рассказывала даже о них, что это была группа очень разбалованных туристов, которые полмира объехали, и кто-то вернулся с Мальдив, там месяц жил, кто-то там приехал куда-то со штатов только что. И они, вы знаете, они отметили, что какой чистый террасполь, как там уютно. Им очень понравилась Бендерская крепость, они в восторге остались. Сказали, что Сорокской крепости нужно подтянуться под Бендерскую, потому что здесь вот чувствуется, что, ну, не та душа вложена. А вот Бендерская, то есть они отметили, что вот именно вот эта опция, как Приднестровье, она интересная. И она не должна отпугивать наших государственников, когда ставят туристу вопрос, почему вы едете в Приднестровье, это неправильный вопрос. У нас, в принципе, общая страна Молдова, Приднестровская, Молдавская республика. И нет запретов на въезд в Приднестровье. Так почему туристу запрещать ехать в Приднестровье? Он должен это видеть, он должен понимать, что Молдова состоит из таких там гламиратов. Ну, вот под занавес такой, может быть, лирический момент. А вот понятно, что туристы, уезжающие из республики Молдовы, ну, сохраняют в душе, я надеюсь, самые приятные воспоминания. Какой-то приятный след от знакомства с прекрасным гидом, с прекрасным руководителем хорошей туристической фирмы, которая обеспечивала всем сервисом. Ну, вот в вас лично какой след, может быть, кто-то оставил? Был какой-то интересный турист, которым хотелось бы, например, рассказать, вспомнить и поделиться? То есть кто-то из туристов оставил свой след в ваших воспоминаниях, в ваших рабочих туристических буднях? Если можно, под занавес программу. Ой, вы знаете, один раз был турист из Москвы, который поразил меня знанием истории Молдовы. Вот, понимаете, как все, вот, такое впечатление, что гидом был не я, а он. Может, он какой-то историк из Академии Российской Академии Наук? В том-то дело, что нет, я не буду говорить, из какой он структуры. Да, я просто скажу, что он из Москвы, и он до того начитанный оказался, вот его, есть, я заметил, многие приезжают, они интересуются историей Молдовы. То есть они интересуются, вот, начиная от гетодаков, его по сегодняшний день. И вот они до того начитаны, а этот знал наизусть всех наших господарей. Вот я запомнил это на всю жизнь, потому что, ну вот, спросите вы меня сейчас подряд перечислить всех господарей молдавских, я без шпаргалки не смогу. Только самых таких значимых, да, потому что их много было. А он подряд мне начал, вот мы сидели в ресторане молдавском уже, и он все вот так перечислял. Может быть здесь, как раз, секрет в этом молдавском вине, которое подсказывало бы вина господарей. Молдавское вино – это отдельная тема. Я еще не встречал российского туриста, который бы сказал, что у нас плохое вино. Вопрос всегда состоит, почему у нас его нет? В России. Да. Почему в России нет вашего хорошего вина? Это основной вопрос. Да, Галина Ванна, а ваши воспоминания есть кто-то, кто, так сказать, сохранил след? А вы знаете, я вот сейчас скажу еще немножко пошире эту проблему, попробую осветить. Значит, мы вот смотрим с надеждой на Запад. Понятно, Запад нам поможет, а Восток нас спасет, я так понимаю. Вот даже в области туризма. Ну вот смотрим Россия, понятно. Но есть еще дальше туристы, туристы, которые путешествуют по всему миру уже миллионами. Вот, кстати, если в цифрах точно… Это 60 миллионов Китая, наверное. Ну, наверное, да. Мы не готовы к Китаю. Ну, готовы, но уже Китай уже едет, потихоньку едут. Вот по цифрам 30 миллиардов долларов в 2017 году вывезли туристы из России. Так вот пусть нам хоть от этих 30 миллиардов… Десять процентов хотя бы завезут. Ну, десять. Нам даже одного процента будет достаточно, чтобы нам здесь получить работу и удовольствие. И, ну, понятно, что и все остальные блага. Но все-таки о китайском туристе мы должны мечтать тоже. Поэтому для этого тут правильно. Мы еще слабо к этому готовы, вы правы, у нас нет гидов толком китайских. Но самое интересное, что они о нас тоже начинают слышать. Тут уже идут переписки. Вот даже на выставке подошла китайская фирма. Знаем Молдову. Но они Молдову воспринимают так в треугольнике, скажем, с Украиной, с Белоруссией и Молдовой. И это тоже нужно иметь в виду. И вообще вот… Такая логистика туристическая. Да, да. Молдова вообще что это такое? Это мост. Это по природе мост между Европой, то есть Востоком и Западом. А вот слово мост – Молдова и Ост, Восток. Вот сейчас нужно нам просто продумать, что этим мостом нужно остаться между Востоком и Западом. В смысле туризма обязательно. В смысле, наверное, всех остальных дел, политики в том числе. Пусть лучше Молдова останется нейтральной, доброй, гостеприимной страной. Абсолютно с вами согласен. В общем-то, и для того и работаем, живем. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, мы сумели заинтересовать зрителя и привлечь внимание к тому нелегкому труду, которым вы занимаетесь. Ведь кажется, туризм – это легко и просто. Но ведь даже если представить себе, как турист сам готовится к поездке, сколько всяких хлопот связано с тем, что надо что упаковать, какую страну что одеть и так далее. А вот как туристической компании принять своих гостей, и как интересно обогатить их программу теми или иными экскурсиями, поездками, знакомствами – это огромный труд. Спасибо вам. Желаем вам больших успехов в этой работе. И будем надеяться, что россияне будут интересоваться нашей страной, радовать нас своим приездом. Ну а мы, конечно, своим гостеприимством всегда готовы счастливить. Спасибо вам за эту встречу. Будем с удовольствием вас звать в нашей программе. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был член МОДО Российского экономического совета и руководитель туристического агентства Галина Леонти и туристический гид Федор Евстигнеев. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин